приветствую вас уважаемые друзья коллеги подписчики и просто зашедшие на канал люди сегодня хочу поделиться с вами одним интересным вкусным просто просто очумительным рецептом приготовления макарон всем я думаю просто вареные макароны надоели и я вам расскажу рецепт макарон по-татарски примерно скажу делается так как делается плод но есть свои нюансы конечно же круто это блюдо готовить на костре в казане но не у всех есть казан не у всех есть костер и поэтому я покажу вам как это готовить дома на газовой или на электроплите что нам для этого понадобится примерно килограмм 200 мяса я буду использовать сегодня свинину но можно использовать говядину можно использовать баранину можно использовать курицу индюшатину то есть что у вас под рукой можно использовать любое мясо брусками крупными нарезанная морковь здесь у меня две больших морковки и 3 крупных луковицы примерно 600 грамм макарон приправа для мяса чеснок смесь сушеных овощей и немножко барбариса для начала засыпаем мясо в казан масло и начинаем готовить у меня вот такой казан для приготовления в домашних условиях налил растительное масло и даю ему хорошо разогреться и после этого в разогретое масло добавляю мясо масло разогрелось 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 Перемешиваем. Равномерно помешиваем каждые 2 минуты и смотрим на приготовление моркови и лука. Когда увидели, что лук начинает уже немножко пригорать, хорошо перемешиваем. Добавляем соли по вкусу. Я примерно ложу чуть больше пол столовой ложки соли. Добавляю чеснок, приправы и для красивого цвета добавляю немного карри. Хорошо все размешиваем. И наливаем кипяченую воду. Я в воду всегда наливаю кипяток, надо поаккуратней, чтобы вас не обрызгало. И начинаю готовить зирвак. Примерно 2 больших чашки кипяченой горячей воды. Хорошо размешаем. Накроем крышкой и минут на 20-30 оставим на маленьком огне готовиться. Готовится. Готовится. Прошло 25 минут. все отлично протушилось хорошо перемешаем и засыпаем макароны берем опять же кипяченую горячую воду и наливаем воды так чтоб она не покрывала макароны как бы немного начала выступать вы ее видите но макароны не заливаете примерно воды было вот так и теперь накрываем крышкой и на 15 минут оставляем макароны прошло 15 минут вода испаряется и теперь пришло время все хорошо перемешать теперь на маленький огонь еще примерно минут на 10 прошло друзья еще 15 минут забыл сразу сказать примерно я эти 20 минут каждые 2-3 минуты макароны равномерно перемешивал и если у вас вдруг негерметичная крышка на казане то желательно попробовать в то время когда вы перемешиваете макароны их на готовность и если они немножко еще не готовы то можно раз-два немножко воды подлить но я добавлял где-то примерно по 80-100 миллилитров один раз добавил и вот сейчас попробовал еще чуть-чуть буквально осталось их немножко потомить и еще добавил где-то миллилитров 80 воды практически уже все готово такой неповторимый аромат не передать словами как вкусно сейчас пахнет на кухне еще буквально минуток пять и выключаю прошло друзья еще пять минут контрольная проба блюдо скажу просто огонь огонь получается такое остренькое я немного острые приправы добавил вообще круто реально круто сейчас переложу все на блюдо и приступлю к пробе или к дегустации ну вот друзья вот так вот все аппетитно выглядит макарошки все такие крепенькие неразваристые просто просто аромат я не знаю сейчас наверное слюной подавлюсь настолько все вкусно ароматно пахнет так вот красиво выглядят макароны я уже во время готовки пробовал сейчас уже блюдо полностью готово не знаю я первый раз ем такие вкусные макароны это я первый раз готовлю увидел данный рецепт в интернете сразу решил попробовать но это реально реально очень вкусное блюдо рекомендую друзья приготовить попробовать на все про все у меня ушло где-то примерно полтора часа на готовку но реально это того стоило друзья очень вкусно на этом буду заканчивать всех благ вам вашим близким оставайтесь на канале дальше будет много интересных рецептов до новых встреч до новых встреч